Четыре штамма вируса, гриппа и два из которых очень-очень приближают жизнь к летальному исходу. Игру с дочкой прерывает аудио с громким названием. Очень важно, особенно для мамочек. И так почти в каждой приморской семье. Игрушки в сторону, ведь содержание записи не на шутку запугало матерей. Многим казалось, что обыкновенная простуда их ребенка обернется смертью. Но Татьяна не поверила ни единому слову незнакомке. Холодным рассудком я прекрасно понимала, что это скорее всего обман. Потому что несколько фактов даже можно учесть. Во-первых, не называется конкретно ни город, ни что за больница, ни что это за человек, который нам дает такой комментарий. Я просто сегодня в шоке. У нас в больнице за праздники 8 трупов. Все от вируса гриппа. Какая должна последовать реакция? Как минимум я задумаюсь. Буквально за один день это аудио разлетелось по приморью быстрее самого гриппа, о котором заявляет таинственный женский голос. Несложно догадаться, на кого была рассчитана эта утка. А на ним подобрал самую подходящую аудиторию – молодых мам. Эта сезонная осознанная политика по запугиванию людей гриппом достигла своего результата. Естественно, я отреагировала крайне отрицательно. Точнее, я очень сильно испугалась, потому как у меня в это время сидел рядом ребенок с температурой под 39. И у него наблюдались все признаки того, что перечисляется в этой аудиозаписи. Краснодарский край стал родиной аудиозаписи. В течение 24 часов ее слава добралась до Приморья. Общие слова, напуганный голос и никакой конкретики. Выдуманные цифры по плану мошенницы должны были компенсировать отсутствие официальной информации. Владивосток. Инфекционное отделение. Больница рыбаков. Пустые койки. Лишь три из них заняты по причине гриппа и 23 других заболевших ОРВИ. Летальных исходов нет. Ситуация нормальная. Значит, речь в аудиозаписи идет точно не о Владивостоке. Однако сезон на грипп только начался. Как заявляют у нас официальные органы, в этом году была прививка. Она совпала по своим свойствам именно с этим гриппом. Поэтому большого количества пациентов мы не ожидаем. И все-таки, если человек привился, он будет адекватно и болеть. Если даже заболеет, он будет болеть не тяжело. А это уже аптека. Очереди отсутствуют. Посетители приходят редко. Да и спрос на противовирусные препараты пока невелик. Обстановка спокойная, но сотрудницы в шоке. Они не ожидали, что для рекламы обычных препаратов выбрали такой дешевый способ. В конце нашумевшего аудио мошенница призвала всех скупать детский амексин, гриппферон и цитовир. Будет явная реклама данных препаратов, которые абсолютно не нуждаются в рекламе. У них хорошо включают детские врачи. Они их прекрасно знают. Общая стоимость этих препаратов – 1200 рублей. Что это? Не первоапрельская шутка или вирусная реклама? Сейчас должны разбираться правоохранительные органы и антимонопольная служба.